Ну, собственно, мой доклад будет посвящен как раз тому больному вопросу, который все задавали, а что там с архитектурами, кто что пользует и так далее. И, собственно, для начала я представлюсь, кто я такой. Я Михаил Зотев, и я техлит отдела Flutter компании Surf, ну и еще немножко автор телеграм-канала MyFlutter. Тут мои контакты, можно меня найти, в принципе, по никнейму везде. Чуть позже будут еще наверняка ссылочки. Ну, собственно, в чем прикол? В Surf мы занимаемся разработкой мобильных приложений для бизнеса, и это open source. Соответственно, у нас этих приложений много, они разномастные совершенно. И в рамках разработки этих приложений мы довольно-таки много используем собственных решений, потому что, ну, чтобы не опираться на что-то, что нас может зааффектить внезапно и резко. Ну и, соответственно, про одно из таких решений я вам сегодня расскажу. Это элементари, и как любая работающая штука, она не появилась из воздуха. Как говорится, главное правило ракетостроения, никогда не стройте новый ракетоноситель, возьмите старый и улучшите его. Соответственно, тут происходило примерно так же, но история началась очень-очень давно, в далекой-далекой галактике, и без утрирования для меня это было примерно так, потому что я был еще в геймдеве, а ребята уже начинали все это делать. И происходило это, как бы то ни удивительно, в андроид-отделе компании Surf. Тогда уже появилась такая небольшая группа людей, которые решили, а что бы нам Flutter-то в продакшн не затащить, он еще не готов, сырой, ну, почему бы нет. И уж так сошлись звезды, что бизнес каул, да давайте, ну, попробуем, по крайней мере. Ну, бизнес-то штука практичная, и такие вещи довольно-таки аферистические ему не свойственны, поэтому было хорошее четкое условие, это все равно еще ребята в андроид-отделе, и они должны конвертироваться туда-обратно очень легко, и вообще никаких вопросов, если не выстрелить, так что обратно должны вернуться. Вот. Соответственно, первый вопрос, который наверняка в такой ситуации встает, который у вас у всех тоже периодически возникает, а что там со стейт-менеджментом, что брать, как все это организовывать. А напомню, Flutter на тот момент вообще только зарождался, ничего там, еще даже в стейбл только все выходило. Соответственно, говорить там, что блок, там вот это все, оно еще тоже сырое, еще не готово, и никто этим еще не пользовался, комьюнити вокруг этого нет. Ну, Redux, в принципе, довольно-таки чужд мобильному разработчику, ну, большую часть мобильных разработчиков, да и он для Flutter на тот момент, ну, не сказать, что прям очень классный был. Соответственно, решили, с учетом того, что надо еще пути отхода за себе забронировать, использовать что-то, что связано с привычной для мобильщиков архитектурой MVVM. Вот, но и как таково особо ничего не было, и поэтому решили писать свое. И за основу взяли этот паттерн и решили писать свою библиотеку. Соответственно, для тех, кто не в курсе, не помнит или еще что-то, так вкратце, что за паттернами MVVM и про что он. Собственно, в данном случае разделяют примерно три слоя. Это слой моделей, которая, там, фактически бизнес-логика, да, хранилище свойств и взаимодействие с ними. View-ха — это чистое отображение, и есть View-модел, который фактически является источником данных для View-хи, чтобы View-ха ничего не знала про модельку, могла с ней взаимодействовать. Ну, таким условным уровнем абстракции, который все это связывает. Вот, собственно, все это и плавненько перерошло в первую версию библиотеки, которая называлась MWWM. В принципе, она и сейчас так называется. И вот что получилось для флаттера. То есть уровень View-хи так и остался виджета, что бы там придумывать. Виджет-моделька — это слой View-модели, который этой View-хи свои данные поставляет. Ну и, собственно, моделька. Ну, начнем с центрального класса. Это в данном случае виджет-модель. И виджет-модель — это не что-то такое единое. Это просто набор свойств, которые декларируют, как View может... Ну, на которые может View опираться для того, чтобы отображаться. Соответственно, где этот паттерн-то хорош, где он вообще зародился? Там, где есть такое понятие, как биндень. Но не тот биндень, который во флаттере, который там все связывает, это engine-часть и framework-часть, а биндень, когда мы привязываемся к свойствам. Поэтому, чтобы это соблюсти, View-моделька — это набор свойств, которые на тот момент были просто стримами. И, соответственно, на UI-ке можно было подписываться на их изменения просто через StreamBuilder и активненько это обрабатывать. Таким образом, получилась довольно-таки удобная штука, которая позволяет показывать, точнее, декларировать View-хи о том, ну, как мы собираемся в данном случае отображаться, а View-ху уже будет это использовать. Ну, и сама View-ха, соответственно, она должна была иметь доступ к этой виджет-модели. А как это сделать легко во флаттере, когда вы особенно только пришли, в эту технологию. Ну, по-моему, идеальный вариант — это Stateful Widget. И в State вместе с State живет VM-ка, как отдельная сущность, которая просто поставляет эту возможность. Ну, и если мы смотрим, у нас остался один слой. Это бизнес-логика. В данном случае она выглядит как набор перформеров, то есть фактически были контракты, которыми мы описывали, что может из бизнес-части модель. Ну, в общем, получилось это настолько многословно, настолько неудобно, что этим никто не пользовался на самом деле. Модель просто, ну, она не была обязательной, поэтому ее выкидывали, и это превращалось примерно вот так вот. То есть в лучшем случае это куда-то мигрировало вообще отдельно, там, в отдельные сущности и так далее, которые описывали бизнес-логику. В худшем это могло просто еще в виджет-модель уйти, и тогда вообще крах смерти, и вообще не надо так делать было. Ну, собственно, подход получился очень простым, и это стало довольно-таки, на самом деле, большой проблемой, потому что писать можно было как угодно, что угодно, вот захотели, там, выкинули модель, отнесли все это вообще в другой класс, могли вообще в ВМ-ке писать, и, в общем, свобода в данном случае оказалась слишком плохой. Часто задается вопрос насчет того, почему, опять же, не блок, но это я уже немножко затрагивал, но на самом деле, самый главный ответ-то не в том, что там его не было, или все остальное, это разные уровни абстракции. Вот, собственно, сам блок, он про то, чтобы выделить бизнес-логику, да, по изначальному концерту, как его Google представлял, это некоторый слой бизнес-логики, написанный на дарте, который мы можем вот так вот выдернуть, и в другое дартовое приложение, например, на ангуляре воткнуть, и вообще делать ничего не надо, просто UI-ку к нему прикрутить, а бизнес-логика готовая. А в нашем случае это лишь одна маленькая часть этого подхода, да, то есть, которая относится к бизнес-логике, я уже показывал вот эту картинку, да, ну так вот блок сюда абсолютно идеально вписывается, как та часть, которая могла бы использоваться. И мы, кстати, ее так иногда использовали в проектах, которые к нам приходили, в которых уже была написана какая-то бизнесовая логика, и блок хорош на самом деле, когда в данном случае у нас очень просто мапится бизнесовое состояние на отображение, как только начинаются какие-то с изображением более такие нежные материи, то приходится изощряться, и в данном случае легко все это взаимодействовало между собой вот таким образом. Ну и, как я и говорил, в принципе, все это переросло в элементарий. А как это произошло? Произошло это примерно так. Мы долго пользовались нашей вот той первой версией MWWM, и, в принципе, на старых проектах мы будем продолжать ей пользоваться для поддержки и так далее. Но вот та свобода, она накладывала огромное ограничение по поводу того, что, как обычно ведет себя, ну, типичный джун, который приходит и учится писать. Он смотрит, как сделано, и делает по аналогии. Как он может вести себя в ситуации, когда сделано везде-то по-разному. В одном проекте он видит одно, в другом другое, в третьем третье. И закономерный вопрос, а что я должен делать, это некоторая путаница для него. Да и в целом вот такая неструктурность, она не очень хороша, когда у нас много проектов, надо мигрировать разработчикам, каждый раз надо смотреть, ага, тут вот так сделали, вот тут по-другому и так далее. Но лично большей части команды и лично мне очень нравилась та часть, которая фактически получилась хорошо, это гибкое управление отображением. И осталось порешать проблемы, которые возникли. И тут так сошли звезды, что я в этот момент стал тихлидом, и мне немножко развязались в этом руки. И да, я такой, давайте все-таки немножко переосмыслим концепт. И так это выродилось даже не в следующую версию, а в то, что мы фактически спустили отдельный продукт, который уже даже обкатали в настоящем приложении. Причем обкатка такая сразу по банку прошла, финтех. То есть в принципе рабочая штука, можно не сомневаться. И что же произошло? То, что работало хорошо, мы взяли практически без изменений. Вот ключевое место, вот эта виджет-модель, которая позволяет нам фактически диктовать то, как в данный момент должна вьюшка отрисоваться, она осталась почти такой же, за исключением того, что вот эти свойства, которые были стримами, на самом деле стримы-то в данном смысле и не нужны. Достаточно ченчный тифайр было немножечко улучшить под эти нужды. И более легкая вариация вполне себе работает. Но поскольку у нас уже есть пакет MWWM, который мы используем, тут еще и обратная совместимость осталась. То есть интерфейс всего этого один и тот же. Но при этом фактически под капотом это стало работать несколько проще. тем самым, ну, в любом случае это лучше. Собственно, еще один из пунктов, который шел в улучшении всего этого, это было разделить все-таки слои настолько хорошо, чтобы они были совсем независимы друг от друга. И с этим мы как раз тоже справлялись. Собственно, вот пример того, как выглядит виджет-модель. В простом случае у нас, например, загрузка некоторого списка стран. Мы его чуть дальше подробнее рассмотрим. Но вот все, что нам нужно, это фактически свойства, которые будут декларировать набор стран, которые мы загрузили. При этом здесь специальная оберточка, которая по дефолту сразу в библиотеке есть. Она для удобства с данными, которые имеют фактически состояние загрузки, ошибки и контента используется. Ну и метод, который можно вызывать. Соответственно, когда мы вызываем такой метод, мы просто начинаем фактически точно так же почти декларативно описывать, ну, конечно, тут императивные вызовы, но факт остается фактом. То есть мы сначала говорим, что мы переходим в состояние загрузки и потом уже начинаем взаимодействовать с бизнес-логикой отдельно. И до тех пор, пока мы находимся в взаимодействии, у нас остается состояние загрузки. Как только состояние загрузки нам больше не нужно, мы получили данные, мы выставляем контент, и подписант узнает об этом и может отобразиться по-другому. Ну и, соответственно, точно так же происходит с ошибкой. В случае, если у нас произошла какая-то ошибка, мы точно так же можем выставить это и обработать. Ну и вот примерно таким образом эта обработка выглядит на UI. То есть мы говорим, что вот у нас есть свойства, вот три виджета, которые описывают состояние загрузки, состояние ошибки и состояние контента. Довольно-таки простой вариант получился. Ну и, собственно, мы тут уже говорили про бизнес-логику, и бизнес-логика в данном случае осталась довольно-таки свободной. Ее можно писать в фактически любом виде. Почему так сделано? Во-первых, потому что различные аспекты использования могут требовать совершенно разной бизнес-логики. То есть тут можно написать просто набор методов, которые будут вызываться. Можно сделать стримы. В какой-то момент удобный один вариант, в какой-то момент удобно другой вариант. Плюс в данном случае мы говорим, что это наша библиотека, как она описывает фактически вот эту работу по принципу паттерна MVVM с определенной частью UI. А далее, если мы говорим про общую бизнесовую часть какую-то, мы можем иметь возможность поступать совершенно по-разному. В данном случае, может быть, нам потребуется общая сторона. Ну и, господи, редакс, пожалуйста. Может быть, у нас уже есть какая-то написанная часть, опять же, на блоке, никто не мешает это сделать. Можно писать какие-то свои реализации. Можно прямо в модели писать бизнес-логику, если она только этой части и нужна. Поэтому тут абсолютная свобода по-прежнему, как и было, безоговорочно. Это пример такой. Попросы позже, да, есть? А, ну, можем сразу, можно позже. Накануне предыдущий слайд есть? У тебя там приватный же мембер, я что-то не вижу, чтобы ты из предыдущих предыдущих. Там такой разрыв был, на самом деле, по интерфейсу передается, чтобы закрыть от вью-части возможность декларировать какие-то действия. Вью-часть должен быть максимально тупой. И сказали, вот свойства, давай рассказывай, как ты отображаешься. И больше никаких шагов в сторону, влево, вправо нет. Это дополнительная защита от выстрела по ногам, когда человек такой, ну, хочу я вот тут начать менять какие-то там вещи. То есть, если мы бы передавали условный чистый стрим, ну, не стрим, да, какое-то такое взаимодействие, с которым можно напрямую еще и туда имитить данные, но никто нам не запрещает прямо в билд-методе сделать. Вот отправляю я туда прямо сейчас то, что хочу. Ну, захотелось мне так. Вот, тем самым усложняя и запутывая логику. Это сделано в том числе для разделения. Еще тогда, если говорим про вот этот entity-notifier, я могу дозавернуть, наверное. Ну, в общем, получается... Ты говоришь, что мы стримы заменили на вот эти новости. Там получается, что у entity-state-notifier есть интерфейс, который позволяет просто его слушать. И тем самым... Ну, и получать значение его текущее. Тем самым... Ваш предыдущий путь, по-моему, будет. Ну, то есть, в среди удах ваша стальная работа. Так так же можно это натиховать в среди удах? Ну, теоретически, да. То есть, как бы, это уже просто обертка, которая все под собой несет то же самое, да, но таким вот образом просто обрабатывает конкретно вот текущее свойство, да, и говорит о том, какой вариант у нас отображается. Так, ну, и вернемся к модели. Тут есть такой момент, что у нас может же быть exception, да, какой-то. Ну, пошли мы в бизнес-логику. В данном случае это поход в репозиторию и попытка загрузить данные, да. Мы попросили репу загрузить нам странное. Она же могла не загрузить, там, отвалиться все, что угодно. И это надо как-то обрабатывать. Как обычно обрабатывается в мобильных приложениях, такие штуки. Ну, у нас два момента насчет обработки. Первый момент, это, во-первых, нам куда-нибудь надо залогировать, скорее всего, потому что, ну, мы же должны знать о том, что это произошло. Не факт, что нам пользователь об этом сообщит. Это такая более бизнесовая часть обработки. В данном случае мы ловим. И у модели есть error handler, который мы можем зарегистрировать. Это такой более глобальный error handler. Например, это будет действительно запись влог, который занимается именно этим. Но помимо этого, виджет модель и модель, они связаны, да. Поэтому нам обычно нужно еще и пользователю что-то показать. Например, ну, ошибка-то произошла, а что? У него ничего не отображается. Он ничего про это не знает. Нам нужно какой-нибудь снэк ему показать или выставить специальное состояние ошибок. Где-нибудь ему на экранчик, может, плашечку какую-нибудь. И поэтому здесь точно так же есть возможность обработать. У виджет модели есть метод, который вызывается, когда такое происходит. И виджет модель уведомляется просто о том, что конкретно вот эта ошибка произошла, и мы можем ее обработать. То есть он называется onerror handler. В данном случае мы можем сделать примерно так, если у нас это именно dioerror. Ну, в нашем случае, например, используется dio, да. И мы знаем, что это connection timeout или там... Ну, отвалились мы просто по timeout. Ну, почему бы не показать пользователю снэкбар, что у нас есть проблемы с соединением, и тем самым упростив его восприятие того, что происходит. Ну, и последний слой, который я уже называл, это виджет. То есть это view слой. И в данном случае, как я говорил, он максимально тупой. То есть единственным источником правды для него должен быть виджет модель. Он не должен опираться ни на где он находится, ничего. Вот только он. Поэтому здесь метод build, который получает не просто виджет модель, а интерфейс виджет модели, который мы сами же и описываем. Что вот набор свойств, на которые ты можешь опираться, вот набор методов, которые ты можешь вызвать для того, чтобы взаимодействовать с виджет моделью. И он получает это в метод build. Причем этот метод build немножко переиначенный. То есть это по-прежнему точно тоже является компоновочным виджетом. То есть он в определенный момент должен, как и stateful, как и stateless, задекларировать, как он выглядит. Если stateless, stateful для этого опирается на то, где он находится, например, и получает для этого контекст, то в данном случае единственное, что нужно этому виджету, это вот сама VM-ка. Ну и, соответственно, интерфейс может выглядеть вот так как раз к вопросу. То есть он просто передается как listenable state. Вот ответ на тот вопрос, который был. Соответственно, на UI мы получаем возможность узнать, что у нас находится в списке стран, и, например, каким стилем мы собираемся отображать это. К чему все это еще ведет? К тому, как все устроено. На самом деле тут пришлось опуститься несколько уровнем ниже, чем обычно, и дойти до внутреннего устройства, использовать для связи элемент. То есть элемент хранит в себе виджет модели. Виджет модели имеет связь с model, и элемент в тот момент, когда ему нужно пересобрать свою часть под дерево, он просто берет виджет модели, по интерфейсу отдает виджету, говорит, сбил здесь-ка, пожалуйста, расскажи мне, что мне дальше ниже отображать. То есть таким образом мы довольно-таки близко подошли к тому, как действительно устроен фреймворк Flutter самого, и сделали очень похоже в данном случае. Ну и закономерный вопрос-то, а контексты где мы? Я же говорю, что мы из виджета выпилили. Поскольку у нас виджету не нужно знать, где он находится, он опирается только на виджет модель. Виджет модель должна знать, где она находится в данном случае. Соответственно, контекст переехал в виджет модель, и мы точно знаем, где именно вместе деревом мы находимся. Можем точно так же, как и в обычном случае, подписываться на какие-то свойства изменения, там, медик, юри, еще что-то и так далее, и точно так же взаимодействовать. То есть реагировать на обновления, на еще что-то, какие-то действия. Единственное ограничение, ну, как бы, оно уже не от конечного пользователя зависит. К моменту, когда мы, от того, как устроено, к моменту, когда мы просим виджет сбилдить, виджет модель должна предоставить все необходимые свойства. То есть весь жизненный цикл, он просто переезжает в виджет модель. Соответственно, там точно так же есть did change dependencies, когда мы можем реагировать на эти изменения, или update widget, это, кстати, тоже реализовано. Ситуация, действительно, когда виджет меняется, по факту, но по типу он совпал, это тоже иногда бывает нужно как-то обработать, потому что все-таки некоторая часть вот этой презентационной логики, она может быть на это подвязана, и она находится в VM, поэтому VM должна это знать. Ну и дополнительный плюс, который здесь открывается, можно за счет этого очень гибко работать с такими свойствами. Например, если мы говорим про локализацию, как нам работать с локализованными строками. Обычно это пробежка по дереву до localize delegate, и попытка оттуда выудить все, что нам нужно. В данном случае можно поступать точно таким же простым способом с пробежкой, только при этом мы не каждый раз бегаем, во-первых, а фактически единовременно только потом на изменения можем отреагировать в нужном случае, да или вообще свой делегат написать, который не связан с флаттеровским, и фактически мы же поставляем свойства в любой момент времени, в который мы считаем нужно. Мы захотели, сразу его объявили, захотели на какую-то отдельно лежащую сущность, подписались и на нее уже реагируем изменениями свойств. Ну, соответственно, ближайший план я чуть позже расскажу. А пока... Да, да, да. Пока я немножко покажу, на самом деле, как это все работает, а самое главное, мы же все-таки занимаемся такой разработкой на большие объемы, и очень важно, чтобы все это было тестируемо. Это еще один пункт, который тестируемо и легко тестируемо, который был обязателен, потому что без этого нормальная разработка в принципе невозможна. Соответственно, давайте просто сначала посмотрим на пример того же самого экрана. Во-первых, я запущу, надеюсь, на этот раз ничего не отворилось, но у меня заготовленный мог, если чего. Вот, да, потому что в предыдущий раз API, которое я использовал, просто вдруг стало платным внезапно, прям в момент доклада. Это было очень весело. Может быть, может быть. Кстати, новая версия вышла этого же API, но я тебе не очень сильно ему доверяю, поэтому тут есть просто JSON-чик, вот там вот в ассетах лежит, который в случае чего можно использовать как данные, которые у нас используются. Соответственно, вот у нас состояние загрузки. После того, как мы загрузили, у нас загруженный нами список довольно-таки большой, вот мы его можем пролистить и так далее. Ну, стандартная ситуация для некоторого приложения, которое что-то отображает. Ну и, собственно, что из себя представляет все это. Как я и говорил, вот это сейчас скроем, чтобы не смущало никого. И, наверное, вот это скроем. Вот. Сам виджет представляет себе вот такую конструкцию, максимально глупую. Единственное, что тут стоит обратить внимание, тут есть factory, которая должна создать VM. Это сделано для того, чтобы как раз добиться тестируемости, чтобы можно было макировать поведение виджет-модела. Ну, а сам виджет представляет собой вот такую конструкцию, просто банально, scaffold, аппар, а дальше notifier-билдер, который будет перебилдиваться только в момент изменения свойства country-list-state, то есть когда это произошло. Опираясь на это, тут заранее заготовлено состояние загрузки, ошибки и просто билдер. Это, кстати, необязательно делать, можно использовать базовую версию, которая просто опирается на данные, которые приходят и в зависимости от этого отображают. Но это довольно-таки частый кейс, поэтому он тут сразу есть. Ну и дальше мы уже пользуемся теми виджетами, которые есть. Это уже просто именно отображение. Особо их рассматривать я не вижу смысла, потому что это никаким образом не относится. То есть вот довольно-таки лаконичная штука получилась. Дальше. Еще один момент. Это моделька. Модельку вы уже, в принципе, видели, тут ничего нового. То есть... А, это виджет моделька. Я думаю, что это слишком большая для модельки получилась. Вот, собственно, это вот такой вот класс, в котором заключена чистая бизнес-логика. И, как вы, наверное, догадываетесь, это удобно тестировать юнит-тестами. Вообще никаких больше подвязок нет. Ну и полноценно, как выглядит виджет модель. То есть это факторы. Ну, по факту фабричный метод, который используют для создания. И необходима. Для того, чтобы взаимодействовать со всем, что касается контекста, лучше использовать обертки. Почему? Потому что для тестирования вообще все взаимодействия с контекстом это довольно-таки такая штука, когда приходится изощряться. Поскольку модель это довольно-таки простой набор свойств. И возможности взаимодействовать с ними это тестировать легко, на самом деле. Вы вызываете метод и проверяете, что свойства нужным вам способом выставились. Более ничего не нужно для проверки. Потому что это фактически описание некоторых состояний презентационной логики. Здесь есть момент инициализации, в котором мы можем выставить начальные состояния. Да, обработка ошибки. Ну и метод, который фактически инициирует загрузку листа. Мы его в принципе довольно-таки детально разобрали. Ну и собственно, как я говорил, все это дело легко тестируется. Поэтому давайте посмотрим, как мы тестируем. Самое простое это юнит-тесты. Тут все стандартно, ничего нового. Мы фактически... Зависимости, которые бизнесовые, они у нас в данном случае, в таком подходе, все находятся в одном месте. То есть все, что касается бизнес-логики, ни в каком виде не попадает в ВМ-ку, только чисто одна зависимость модель. Поэтому все бизнесовые зависимости находятся в самой модели. Соответственно, мы их можем мокать и просто описывать поведение. В зависимости от того, что мы вызываем, какой результат, какое поведение мы ожидаем. Стандартная штука, которая не вызывает ни у кого, наверное, вопросов, если вы описали тесты. Соответственно, виджет модул. Виджет модул, как я и говорил, это набор, фактически свойств, которые нужно проверить по результатам взаимодействия. И для того, чтобы все это удобно тестировать, была написана библиотека, которую можно уже использовать. Элементарий тест, она позволяет протестировать виджет модель. Для этого используется специальный метод, тест виджет модул. Туда передается, ну, он типизируется и передается метод, который позволяет создать тестируемую модель. Чем примечательно, почему все это пришлось делать, виджет модель, она может взаимодействовать на различных этапах жизненного цикла. То есть обновление зависимости, когда у нас произошел ребил сверху, например. Все это иногда надо проверить. Поэтому для того, чтобы это реализовать, был фактически описан тестер, который позволяет эмулировать эти состояния. То есть, что у виджет модели были вызваны определенные методы жизненного цикла. То есть, если мы посмотрим, здесь набор это инициализация, когда обновился виджет, протестировать мы можем, если у нас на это поведение подвязано. Изменились зависимости, ну, или он был вообще выпилен из дерева. Таким образом, стандартный тест выглядит вот так. То есть мы создали в данном случае мокко. Мы взаимодействуем с деревом и получаем через контекст, мы получаем стиль. В данном случае мы подвязываемся все-таки на стиль от того, где мы расположены. И это тоже можно протестировать. То есть мы описываем, каким образом будет замокировано взаимодействие при попытке считать тему и получить нужные нам свойства. И потом проверяем, что у VM-ки нужное свойство выставлено в то, что мы планируем. Таким образом, фактически все тесты проверяют то, что произошло действительно ожидаемое. Ну и сам виджет можно тестировать двумя способами. Во-первых, это виджет-тест стандартный. Ну и golden-тест. Поскольку golden-тест это все-таки чуть больше, чем виджет-тесты, а структура и поведение в принципе одинаковое. Я тут написал golden-тесты, но в целом равноценно можно и с виджет-тестами взаимодействовать. Соответственно, в чем суть? Во-первых, мы можем поступить, если в данном направлении, двумя подходами. Во-первых, мы можем получать реальные скриншоты. Это один вариант golden-тестов, когда мы хотим, например, не нагружать тестировщика, чтобы он на 50 девайсах смотрел, а фактически имели скоб. И можем тестировать фактически такой аналог юнит-тестов на виджетах. Потому что у нас единственным источником, как мы говорили, у нас компоновочный виджет. И единственный источник данных о том, что надо отображать, это виджет-модель. Соответственно, виджет-модель хорошо мокается. Это интерфейс, как я говорил, он передается по интерфейсу. Интерфейс замокать очень легко. А по факту нам не важен сам виджет, а важно, что он вернет для отображения. Потому что сам по себе просто компоновочный виджет-контейнер какой-то, который в себе содержит другую часть. Соответственно, это довольно-таки просто. Вот выглядит вот так вот тест. Соответственно, мы говорим, что в случае, когда мы возвращаем определенные значения, в данном случае, если у нас состояние counter-list state вернет состояние загрузки, то мы должны получить нужный нам виджет. Ну и, соответственно, все это запускаем. Как вы видите, тут уже готовы скрины. То есть, вот так у нас выглядит golden test в случае, когда у нас загружена одна страна. Заранее говорю, почему вот тут красный квадрат. Потому что там используется виджет image, который входит в network. И такая штука мокается. Вообще, в целом, это не касается нашего пакета. Это в целом нужно переопределять взаимодействие с походом в сеть и описывать. И, соответственно, для того, чтобы все это упрости, тут просто возвращается красная текстура, чтобы видеть, что тут будет загруженная картинка. В случае, если бы это было загруженное представление из данных, уже которые мы могли бы просто подставлять, ну, это было бы с отображением. Соответственно, это поведение, которое не зависит ни от чего, кроме того, что мы ходим в сеть. Состояние загрузки в данном случае, да, я тут немножко похалявничал и сделал просто надпись error. Тут могло быть что-то более цивильное. Ну, и точно так же с логингом. Вы его видели, когда грузилось. Соответственно, в чем еще один плюс, на самом деле? Слои получились настолько разделены, как я и сказал, что... Здесь обычно шуточка такая. Когда PM приходит и говорит, нам нужно срочно, очень срочно сделать. Давай мы просто разработчиков докинем сюда сейчас еще пять штук и прям как бахнем. И ты такой сидишь, говорит, не, девять женщин быстрее не родят. Ну, они просто друг на друга будут подвязаны и толкаться локтями от этого не ускорится. В данном случае распределение слоев друг от друга получилось настолько изолированным, что пока пишется один слой, со вторым ты фактически не взаимодействуешь. То есть, достаточно в самом начале условному лиду проекта или просто какому-то более-менее старшему разработчику определить интерфейсы, которые будут использоваться. И можно ссорять спокойно там трех человек, писать каждые три разных слоя и тестировать, и они друг другу вообще касаться не будут. У меня даже была мысль, мы еще ее не опробовали, но очень хочется... Тут была речь про подключить дизайнеров и научить их верстать. Это очень хороший вариант для того, чтобы вот тут вот его попытаться впинить. Даже была мысль использовать для этого фолио, который успешно умеет по накидыванию, если вы наверняка видели этот проект, то знаете, что все вроде бы классно, там можно просто реалтайм накидывать виджеты, он там все строит замечательно, верстка получается, но как бы с бизнес-логикой со всем этим связывать трудно. А тут получается, что дизайнер сел, например, накидал в фолио, скопировал этот код, а уж прикрутить фактически это описание, в каком состоянии что отображать. Это довольно-таки простая задача, поэтому есть такое непреодолимое желание все-таки попробовать заюзать тут дизайнеров и получить еще более легкий вариант получения части кодовой базы. Вот, собственно, как-то так. И где-то тут были дальнейшие планы, да. Дальнейшие планы, они связаны как раз с тем, чтобы упростить работу, то, что вы код уже видели, и там наверняка заметили много, не то чтобы бойлер плейта, но очень похожих вещей, которые везде будут одинаковые. Уже над этим ведется работа, мы делаем тулинг для того, чтобы, во-первых, рыба эта создавалась автоматом на лету, и сразу просто писался код, который нужно. Ну и в дальнейшем различные до генерации и под генерацией сюда тоже будут добавляться, чтобы минимум вот этой вот механической работы складывалось на дорогое время разработчика хорошего, да. Ну и второй момент, это разработка тулинга для уменьшения механической работы при тестировании, потому что тестирование тоже, на самом деле, если посмотреть, там очень много вещей, которые можно банально свалить на робота, и пусть он все это сам пишет, а человек потом клинится в нужные места и скажет, вот тут проверить вот это, вот это и вот это. Таким образом, должно еще более ускорить и упростить процесс. Ну и теперь, как говорится, реклама. Фактически здесь все, что касается Elementor, это у нас два канала, там пока пусто, потому что прям в стейбл релиз мы это еще не катнули, это уже используется и так далее, но вот на комьюнити мы не раскатывали, там нужно еще чуть-чуть тестики дописать, чтобы это прям выглядело замечательно со всех сторон, а не только при использовании. Вот. И еще два канальчика, которые могу порекламировать. Это первый наш каналчик Flutter Team'ы нашей из серфа, там вы нас всех можете найти, в том числе и меня, дописаться, спросить что-то, особенно по нашим продуктам, с удовольствием ответим. Ну и каналчик с новостями, анонсами, которые я веду, ну и просто интересными вещами из мира Flutter под названием OhMyFlutter, так что подписывайтесь, пожалуйста. Вот, если интересно, конечно. Ну и, собственно, спасибо за внимание. Аплодисменты.